Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Резонов Матвей. Вместе с началом декабря в игре Best Fins начался новый сезон, о котором я и расскажу вам в этом видео. Вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропускать еще много новых интересных видео на моем канале. Ну а я уже не буду тянуть и давайте начинать. Вы можете сразу заметить, что изменился интерфейс игры, соответственно, у нас теперь сезоны находятся не по центру, а слева сверху и значок самих сезонов сделан меньше. Ну и давайте сначала мы разберем задания этого самого сезона. Здесь, ну как всегда, все стандартно. Ежедневно вам доступно три ежедневных задания за 20, 40 и 60 медальонов. Данные задания отличаются своей сложностью и если вы их все выполните, вы сможете выполнять еще и бонусные задания, зарабатывая 30 медальонов за выполнение одного задания. Еще существуют и побочные задания. В них входят открытие ящиков, вращение жуков и вращение рулетки. За такое задание вы можете заработать от 10 до 20 медальонов и после выполнения оно обновляется 4 часа. Абсолютно все задания разобраны и теперь мы можем с вами разбирать более интересные вещи, например, сезонный абонемент. Все гарантированные преимущества при покупке сезонного абонемента не изменились. Максимальное расширение энергии на 50%, 3 ваучера на повышение уровня жуков и золотой профиль во всех списках лидеров. Ну а теперь все остальные награды сезона. Самое главное, что в этом сезоне награды не ухудшились в сравнении с сезоном излишеств. Вип-статус на 3 часа, 3 ваучера на повышение уровня жуков, 73 золота, 14 обычных усилений, разные сундуки с сезонным хранилищем и, конечно же, два новеньких сезонных стиля, один из которых эксклюзивный, но мы их разберем с вами в конце видео. Ну а теперь все остальные награды сезона вот здесь и я начну с самого низа. Снизу единственное, что самое интересное, новенький стиль для Беатрис и затем сразу же золото у нас идет и мега усилитель на 3 минуты, конечно же, только в платных наградах, в бесплатных мега усилителя вообще нет. Ракета на 7 минут, ваучер, кстати, имеется. В сундуке на 8 этапе у нас одно усиление на 10 минут, одна быстрая ракета и одно двойное цветение. Затем немного золота, час вип-статуса, в сундуке на 10 этапе два усиления на 5 минут и еще одно на 7. Синие, вип-статус, спрей от слизней в платных наградах, ключи, ракета, желтые в сундуке на 15 этапе, два усиления на 10 минут и еще одно на 12. За сундуком у нас 18 ключей в платных наградах, желтые клещи, метеоры, синие, еще 18 ключей уже в бесплатных наградах, мега усилитель на 3 минуты, в сундуке у нас два усиления на 7 минут и одно на 5 и также имеется ваучер на повышение уровня жуков. Затем 7 золота и 20 ключей в платных наградах, спрей от слизней в бесплатных и конечно же на 25 этапе эксклюзивный стиль, но разберем его уже в конце видео. Затем ракета на 10 минут, 7 золота, мистичная дубина, в одном сундуке на 30 этапе всех усилений на 5 минут, во втором два спрей от слизней, два тройных взрыва и одна быстрая ракета. Затем 18 ключей и мега усилитель на 5 минут, желтые на 2 этапах и золото на 2 этапах в платных наградах чуть-чуть больше и того и другого. Затем еще один ваучер на повышение уровня жуков, час вип статуса, немного золота. В сундуке у нас находится одно усиление на 5 минут, второе на 7 и третье на 10. Затем синее и золото на 3 этапах, в платных наградах его естественно здесь больше, ну и также в бесплатных есть спрей от слизней второй и последний. Затем золото, мега усилитель на 7 минут и конечно же в конце в бесплатных наградах вас ждет или не премиальности джука, в этом сезоне у меня именно он, или же 100 слитков, если все стили собраны. Ну а в конце сезона всех обладателей сезонного абонемента ждет сезонное хранилище со случайными наградами. Кстати, если вы хотите глянуть, что было в сезонном хранилище в прошлом сезоне, советую вам глянуть видео сбор наград сезона излишеств, воспользовавшись ссылочкой справа сверху или же в описании к видео. Ну а тут у нас в информации все в таких синеватых цветах, если честно, лучше бы разработчики сделали либо в красных, либо в зеленых, чтобы этот сезон больше как-то ассоциировался с Новым Годом и Рождеством. И, конечно же, в конце видео я разберу два новеньких сезонных стиля и начну с неэксклюзивного. Сразу скажу, мне он меньше нравится, чем эксклюзивный Ангел Беатрис, в данный момент стиль недоступен для распродажи. Мне этот стиль не очень нравится из-за того, что тут Беатрис маленькая, лучше бы разработчики сделали для другого этапа роста Беатрис, где она, например, больше и проработали этот стиль более детально. Сейчас же стиль мне не особо нравится для коллекции, ну да, сойдет, но не более. А вы свое мнение о новых стилях не забудьте написать в комментариях. А вот эксклюзивный стиль в этом сезоне явно сделан на совесть. Напомню вам, что если вы сезонного абонемента не купите, стиль вы уже никак выиграть не сможете. Да, восьмой стиль для Вуди, классный, четкий, внешний вид у него уже нормальный, мне тут все нравится, без вопросов. Кстати, еще один интересный факт, разработчики в этом сезоне специально выпустили стили для двух жуков с двойными конвертерами, чтобы игрокам больше хотелось купить сезонный абонемент, ведь стили для двух очень нужных жуков. Весь сезон разобран целиком и полностью, но я вам еще дам совет, стоит ли в этом сезоне брать сезонный абонемент. И да, его стоит брать, а причиной этому эксклюзивный стиль именно для Вуди. Вуди сейчас играется везде вместо Квинси, за исключением начальных уровней, если у вас нет Вуди. Соответственно, лишний стиль ему не помешает, а к тому же эксклюзивный. Ну и плюс вы еще сможете забрать к себе на аккаунт в таком случае стиль для Беатрис и в случае других наград, ну а также открыть сезонное хранилище. Ну что ж, друзья, вот и я и рассказал вам о праздничном сезоне в игре Бестфинс. Если вам зашло данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать еще много новых интересных видео на моем канале. Ну а с вами был Резанов Матвей, до новых встреч и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»